Сегодня мы с вами приехали в город, который у многих вызывает различные стереотипы. Это небольшой город, но при этом, на мой взгляд, очень интересный и современный. Мы с вами в Грозном, мы постараемся посмотреть его основные культурные достопримечательности, познакомимся с городом, посмотрим, как здесь живут, чем здесь можно заняться. И маленький спойлер, что в следующих двух выпусках мы отправимся за пределы Грозного, исследовать Чечню, смотреть различные культурные объекты и достопримечательности и посмотрим, чем Чечня сможет нас удивить. Почему Грозный? Почему такое достаточно необычное название? Кто-то, кто никогда здесь не был, может представить себе такой суровый, мрачный город, сгущающийся тучи над ним, молнией со всех сторон, а вокруг по периметру его охраняют чеченские воины. Абсолютно ничего подобного. Вы, может, слышали, что Грозный сравнивают с Дубаем? Самое популярное сравнение в интернете. Я согласен, что провести параллели можно. Сейчас в Грозном проживает 326 тысяч жителей. В Дубае проживает 3,5 миллиона. Он в 10 раз больше. Но знаете что? Всего 40 лет назад население Дубая составляло 254 тысячи человек. Это меньше, чем в Грозном сейчас. Да, у Дубая есть море, а у Грозного потрясающее горное озеро Кизиной Ам и горы. Мы туда еще отправимся. В Эмиратах, кстати, тоже есть горы. Я о них рассказывал в одном из выпусков на канале. Но они близко не сравнятся по своей красоте с горами Северного Кавказа. И еще что есть в Чечне. Здесь есть снег зимой. А о чем это говорит? Что здесь можно кататься на лыжах. Всего в часе езды от аэропорта Грозного находится всесезонный курорт ведучий. Он сейчас развивается и в будущем может стать одним из лучших горнолыжных курортов в России. Возвращаемся с гор обратно в столицу. Вообще, как мы добирались сюда? Мы ехали из Махачкалы, с побережья Каспийского моря на автомобиле. И знаете что? Когда въезжаешь в Грозный, испытываешь эффект «Вау!». Ровные, широкие дороги. Никаких пробок. Все подсвечивается. Конечно, в Грозный можно прилететь и на самолете. Здесь есть аэропорт. Не удивил, да? И здесь начали строить новый международный терминал. Вы видели проект? Здание аэропорта в виде полумесяца, к которому подъезжают самолеты. И дальше от аэропорта к городу ведет дорога. А за ней горы. Выглядит на картинках все просто невероятно. Откуда вообще начинает смотреть Грозный? Конечно, с его сердца. Сердце Чечни. Это крупнейшая мечеть России и Европы имени Ахмата Кадырова. Мечеть выполнена в османском архитектурном стиле и вмещает до 10 тысяч человек. Высота четырех миноретов по 63 метра. Купола 36 метров. Рядом есть парк и площадь. Сама по себе мечеть уникальна. Ее наружные стены отделаны речайшим мрамором, травертином. Внутри для декора использовали белый мрамор. Расписывали мечеть лучшие турецкие мастера. Для написания узоров и священных текстов из Корана мастера использовали напыление из золота высшей пробы. Внутри установлено 36 люстр. Их уникальность в том, что они своими формами напоминают святыни Ислама. 27 из них имитируют мечеть в Иерусалиме. 8 сделаны по образцу мечети в Медине. И самая большая люстра повторяет святыню в Мекке. Изготовлены все люстры из кристаллов Сваровски. Когда вы посещаете это место, вы должны знать, что это не просто еще одна мечеть. Это знаковый храм, символизирующий наступление мирной жизни. Это уникальный архитектурный памятник, впечатляющий своими размерами и роскошью. Горная порода, используемая для строительства сердца Чечни, также использовалась при возведении Древнеримского Колизея. Каким бы невероятным этот архитектурный шедевр вам не казался, это не единственная мечеть, которую вы обязаны посетить. В 16 километрах отсюда, в небольшом соседствующем городке Аргун, вы найдете мечеть сердца матери имени Аймани Кадыровой. Как несложно догадаться, мечеть построена в честь матери главы республики Рамзана Кадырова. Уникальность и особенность мечети в том, что она выполнена в ультрасовременном стиле. Минареты башни, в которых установлены динамики для призыва на молитву, выполнены не в традиционной круглой форме, а в виде трехгранных стел. Ночью для подсветки мечети включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов. Вызота минаретов 55 метров, купола 23 метра. Внутри мечеть отделана турецким мрамором, а своды декорированы гипсовой лепниной с белым и красным сусальным золотом. Это маленькая экскурсия из моего номера. Основная комната там есть гардеробная, но в гардеробной мы поставили две койки для детей, поэтому там никаких вещей нет. Коридорчик такой неплохая. Ванная комната именно с ванной, не с душем, а с ванной, что классно. Номер в принципе просторный. Из минусов пару дней интернета нет вообще. И интернет, ну скажем так, работает. Когда захотел, тогда он работает. Из плюсов. У нас 19 этаж. И мы остаемся в отеле Грозный Сити. Свет падает с этой стороны, поэтому, сори, если меня плохо видно. И плохо видно, что на улице. 12 этаж. Это самый высокий отель Грозный Сити. Соответственно, в Грозненском Сити. Эквивалент Московскому Сити. Он не такой большой, но... Все равно он есть. Он классный. И отсюда офигенный вид. И здесь рядом небольшой парк. Цветочный парк. Очень красивый. А вот этот отель самый высокий отель на Кавказе. Самый высокий, самый большой. Самым большим номерным фондом. В отеле здесь есть спортзал. Есть, значит, хамам. Есть сауна. Есть бассейн небольшой. Несколько ресторанов. Ресторан с террасы. И на террасе, кстати, есть куполы. Вы там можете кальянчик покурить. Еще из небольших минусов. Не работал хамам. Финская сауна работала. Хамам не работал. То есть такие как бы моменты. И, кстати, спортзал разделен. Мужчина отдельно, женщина отдельно. Ходить, кстати, надо не в шортах. Это здесь совершенно не приветствуется. Мужчина отдельно. Видите, вот так в отеле надо нажимать кнопочку. Нажимаешь, единичку меня надо. Лифт А показывает. Вот это приехало. Внутри лифта кнопок нет. Не могу, ребята, сказать, что это удобно. Потому что когда много людей, хаос такой получается. И никто не понимает, куда ехать. Сейчас сложно представить Грозный без его масштабных небоскребов. И каждый год он приобретает все больше черт крупного мегаполиса. Несмотря на то, что город даже не миллионник, здесь находится самое высокое жилое здание в России за пределами Москвы. Я говорю о комплексе небоскребов, расположенном в самом центре города. Грозный Сити. Его главное центральное здание ЖК «Феникс» возвышается на высоту 145 метров. Здесь есть квартиры, рестораны, гостиницы, смотровая площадка, торговые и деловые центры, вертолетная площадка, бассейн и спа. И второй очередью планируется строительство комплекса Грозный Сити-2, где появится второе по высоте здание в России и Европе после лахта-центра. 435-метровая многофункциональная башня «Ахмат-Тауэр». На что обращаюсь внимание, гуляя по городу? Удивительно чистые улицы. Да, ребят, Грозный смело можно назвать одним из самых чистых городов в России. Еще что меня удивило, очень много стильных людей. И тут мы плавно подходим к шоппингу. Как вы думаете, как называется главный торговый центр Грозного? Правильно, Грозный Мол. И еще один уникальный проект в Чечне. Многофункциональная инфраструктура, инновационная архитектура, современные магазины, модные рестораны и кафе. Грозный Мол – это крупнейший торгово-развлекательный центр на юге Российской Федерации. Как тебе такое, Илон Маск? Когда этот проект реализовывался, сюда привлекли ведущие компании мирового уровня с успешным опытом создания объектов подобного типа. Архитектором проекта являлась известная английская компания «Чапман Тейлор». Здесь даже проводились маркетинговые исследования на предмет изучения потенциала развития торгового сегмента в Грозном. Несмотря на кажущуюся изначально суровость и хмурость, местные очень даже приветливы и всегда рады поговорить. Рассказать о достопримечательностях, куда лучше пойти, конечно, спросят и откуда вы родом. У меня даже в гостинице завязалось общение на тему погружения в ледяные ванны. Представляете? Здесь, кстати, очень много спортсменов. Культ спорта повсюду. Если ваш новый чеченский знакомый не чемпион мира, то у него точно будет друг чемпион мира или мастер спорта. Город небольшой. Все друг друга знают. Здесь много модных вкусных заведений, где постоянно видишь здоровающихся и обнимающихся ребят. Я думал, что национальный автомобиль «Черный Гелик» пробил в интернете. Самая популярная иномарка в Чечне – «Черная Камри». Кто согласен? Здесь любят бои, футбол и гонки. Для всего этого есть арена Колизей, стадион Ахмат и автодром «Крепость Грозная». И вот именно сейчас, когда вы увидели Грозный, я хочу вернуться к его названию. В 19 веке здесь находилась крепость, которая имела такое же название. Именно это название и взяли для города. Сейчас крепость Грозная тоже существует, только теперь так называется Грозненский автодром. Здесь проводятся чемпионаты по драгрейсу, картингу, дрифту, кольцевым гонкам, автокроссу и джип-триалу. Напоминаю, что под этим видео YouTube специально сделал для вас возможность оставлять комментарии и ставить лайки, чтобы я узнал, какое впечатление оставил на вас Грозный. Мы отправились смотреть достопримечательности, которые окружают город, находятся в Чечне. Первый наш пункт назначения – это Широюрт. Здесь вот, собственно говоря, я и нахожусь. Это этнографический музей. Широюрт переводится как «старый город», «старое поселение». Широюрт переводится как «старый город», «старое поселение». И сюда вам стоит приехать, здесь, кстати, немноголюдно. Куда вам стоит приехать, если вы хотите почувствовать атмосферу прошлого и как здесь жили люди. Здесь можно походить, зайти в каменные домики. Здесь можно увидеть, как бегают курицы и цыпляты. В общем, очень прикольно. И сделать какие-то такие деревенские фоточки. На казино Ам дорога просто супер. Ребята, я, честно говоря, не ожидал. Мы сейчас, получается, на высоте. У меня часы показывают 1825 метров в данный момент. И красота вокруг невероятная, просто нереальная. Даже в сравнении с Дагестаном, когда катаешься по каким-то местам, то там, конечно, дорога разбитая много где. И сюда мы въезжали в заповедную зону. Нас остановили пограничники. Они, значит, вежливость, конек. Ребята, вежливость это чеченский конек. Остановили пограничники. Сказали, что нужно зарегистрироваться. Мы зарегистрировались. Не отдавали ни рубрика. И при этом нам пожелали хорошего дня. Сказали, куда поехать, сколько ехать. Просто вообще настроение после этого идеальное. Прекрасно. А сейчас показываю вам вау. 106 километрах от Грозного, где мы провели две ночи на границе Веденского района Чеченской республики и Батлихского района Дагестана на крутом склоне Андийского хребта. Расположено озеро Кизиной-Ам. Предположительно, оно появилось здесь более 600 лет назад. После крупного оползня, который перегородил реку. Здесь водятся редкие виды форели. И у берегов озера можно найти лодочки. Несмотря на то, что некоторые называют это озеро Андийским морем, купаются здесь немногие. Все из-за температуры воды, которая не поднимается выше 18 градусов. Поднялись на базу Казиной-Ам. Здесь сразу же отель Казиной. Здесь есть и ресторанчики, и беседки. Здесь есть конные прогулки, пешие маршруты вокруг озера. Здесь можно покататься на лодочках. Нас застает постоянно дождь. Не могу сказать, что врасплох. Несахарные красота, виды потрясающие. В нескольких километрах от озера находится древнее чеченское село Хой. Название села в переводе с чеченского означает «стража» или «дозор». Даже по современным меркам село было большим в свое время. В 1867 году, согласно переписи Ичкерийского округа, в селе было 195 домов и проживало порядка 2000 человек. Люди селились в этих местах начиная с X века, а может и раньше. В 1944-м все люди отсюда были депортированы. И в советское время оно стало памятником архитектуры и точкой на экскурсионном маршруте. Но позже руины древнего поселения станут прибежищем боевиков до полной их ликвидации. До недавнего времени древние руины были никому не нужны. И было много споров о целесообразности восстановления. Но село восстановили. Можно сказать, в первозданном виде. Восстановлены сторожевые и жилые башни, дома жителей села, мечеть. Считается, что сторожевую башню возвели здесь между X и XIV веками. Такого типа башни можно встретить в разных частях республики. Строились они так, чтобы из верхнего этажа была видна башня соседнего села. Так была выстроена целая система укреплений и башенных комплексов. Так стражи с помощью разжигания огня на верхнем этаже башни могли за несколько минут оповестить жителей всей горной части Чечни. На расстоянии нескольких десятков километров о приближении врага. Сколько всего видели эти древние стены? Обратите внимание на кладку, сделанную без использования цемента. Все каменные постройки того времени были сооружены без раствора. Каждый камень сантиметр к сантиметру подтачивался. В наши дни при реставрации старых зданий применяется цемент, что не допускалось в этих краях какие-то сто лет назад. Сейчас таких мастеров каменных дел найти очень сложно. Восстановление этого места говорит нам о том, насколько тесна его история вплетена в культуру народа Чеченской Республики. Именно здесь, в горах, рождалась сила, равновесие, мужество и смысл жизни. Это не просто село, это их память, история, часть души. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня третий день. Первый день мы с вами смотрели Грозный. Второй день мы ездили в горы на красивейшее озеро. Смотрите выпуски. И я начал свой маршрут с водопадов. Ребята, смотрим выпуск. Начинаем с водопадов и едем дальше смотреть природные достопримечательности. Поэтому приглашаю отправиться вас в это путешествие вместе со мной и смотреть, чем нас удивит Чечня. Сегодня Чеченская Республика предлагает множество интересных туристических маршрутов и экскурсий. По дороге из Грозного к Цойпиде можно оказаться в живописном горном ущелье и увидеть одно из природных чудес Чечни. Нихалоевские, они же Нихалойские, водопады. Каскад состоит из 12 водопадов, стекающих в реку Аргун. Высота самого маленького 2 метра, а самого большого 32. С верхней точки маршрута открывается вид на Аргунское ущелье, скалистые горы и узкую реку, петляющую внизу под мостом. Спуститесь к первым 3 водопадам по металлическим лестницам. Самые ловкие могут перейти неглубокую речку, чтобы сделать еще лучшие кадры. Но это не все. Ваш путь только начинается. Вам надо будет подняться обратно и продолжить идти по ущелью к самым красивым каскадам. Путь не длинный, но вам нужно будет подняться по нескольким крутым лестницам и возможно намочить ноги. Вы пойдете по узкому ущелью в сопровождении шума падающей воды. Это популярное место среди туристов, поэтому не рассчитывайте остаться здесь один на один с природой. Несколько поворотов и подъемов. И перед вами откроются невероятные виды падающих полос водопадов. Здесь всего в часе езды от жаркого грозного совершенно другой микроклимат. Влажный воздух, комфортная температура, отсутствие ветра. На территории, ребята, здесь все оборудовано цивильно. Есть мостики такие. Но как бы испачкаться все равно можно. Много речных вот таких потоков небольших, которые нужно переходить. Поэтому рассчитывайте, что может понадобиться смертная одежда. Есть беседки и куда без шашлыка. Конечно, здесь можно арендовать беседочку такую и пожарить шашлычок. А сейчас самое время, чтобы отправиться за правдой и справедливостью к нашему следующему пункту назначения. По дороге в Итум-Кали можно увидеть одну из самых известных исторических достопримечательностей Чечни. Старинные каменные башни-близнецы, встроенные в скальную нишу, датируемые 11-12 веками. У башен по три стены, сложенные из песчаника. Четвертая – это скала. Крыша – огромный козырек скалистой горы Селинлам. В башнях по четыре этажа. Арочный проем, он же вход. А на самом верху – бойницы. Вход находился на высоте 2,5 метра. Напишите, кстати, в комментариях ваши идеи, почему вход находился не на уровне человеческих ног. Согласно преданию, в Мушкалузских башнях заседал Совет Мудрецов, которым горцы со всей округи приходили в поисках правды и справедливости. Сложно, наверное, сюда было добраться, когда рядом с башнями бушуют борные воды реки Аргун. Предлагаю вам написать ваши версии функций этих башен. А я напишу свою. Башни, скорее всего, имели оборонительную функцию. Об этом свидетельствуют бойницы. Узкие отверстия наверху башни, откуда можно было кидать копья, стрелять из лука или бросать камни. При этом оставаться наиболее защищенным. Вход на высоте не позволял незаметно проникнуть в башню. Или разбить дверь. Что также говорит о защитной функции башни. И как я уже говорил в предыдущем видео, в горах башни выполняли функцию связи между собой. С верхних этажей одной башни смотрящий должен был видеть другую. Чтобы в случае опасности сигнализировать сверху огнем. Мы продолжаем наше историческое путешествие и отправляемся дальше в средневековый замок. Как и башни, он был восстановлен. И сейчас предстает перед нами в его первоначальном обличии Пхакоч замковый комплекс, находящийся в 8 километрах выше по дороге. По некоторым данным, его строили в 11-12 веках предки современных чеченцев на дороге, ведущей в Грузию и Дагестан. Входя в замок, вы переноситесь в прошлое. Здесь несколько боевых и жилых башен. Высокая каменная стена и мельница. Невозможно не заметить маленькие входные двери. Здесь хранятся оригинальные предметы быта, труда, сражений. Их возраст от 100 лет и старше. Есть медный кувшин, которому более 500 лет. И томагавк, возрастом более 1000 лет. На нем есть надрезы, которые, скорее всего, говорят о количестве убитых врагов. Для меня было большим удивлением, когда я узнал, что здесь, в Чечне, строят горнолыжку. Ребята, до 2025 года вот это место, ведучи, или ведучи, ну я думаю, что я правильно произношу, ведучи, здесь должны построить всесезонный комплекс. И здесь будут канатные дороги. Вот тут недалеко, рядышком, стоят столбы. Еще на них нет канаток. Но я предполагаю, что скоро будут установлены канатные дороги. И когда здесь сделают горнолыжку с вот этим вот всем, что вокруг, это будет просто бомба. И у Чечни, конечно, гигантские перспективы. Наверху уже есть отель, ресторан. Офигенные виды вокруг. И я уверен, что через несколько лет, ну по плану до 2025 закончить, я уверен, что в течение нескольких лет, когда они сделают, это место просто будет бомба. Сюда привлекли инвестиции для создания горнолыжного курорта мирового уровня. Пока курорт находится на стадии строительства, само место и близость к аэропорту говорит о том, что курорт в будущем может претендовать на звание одного из лучших горнолыжных курортов России. Но это будущее. А пока ждем и получаем удовольствие от Чечни настоящей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok